всем доброго времени суток хотели бы вам рассказать как мы маринуем помидоры для этого мы выбрали из грядок розовенькие маленькие старались средние маленькие помидоры я вам покажу и зеленые и розовенькие и желтенькие но мы старались почему потверже выбирать они более хрустящий получается и более вкусные поэтому я не хотел красные поэтому и вам советую и либо зеленые либо розовенькие маленькие чем меньше тем лучше что нам понадобится 2 пастернака корень петрушки 4 морковки 8 10 килограмм помидор мы сейчас берем мариновать 44 чеснока головки это у нас укроп то есть это сам само зерно укропа значит здесь у нас листья черешни вишни смородины и малины дуба все что у вас под рукой растет берите это будет давать запах и приятный аромат потом горький перец 4 штуки 2 луковицы и вот на эти 10 килограмм помидор нам понадобится 7 8 головок буряка он даст цвет и такое буряк получается очень вкусный цвет чуть станет розовее но вкус просто обалдеть под вино под водочку самое то это свекла это свекла соль и сахар значит что мы берем я кладу на с листья но младора листья перемешку все после этого я кладу помидоры листья дуба не брали брали клена клена мы взяли помидоры я кладу они уже заранее помытые вычищенные без хвостиков поэтому вы то же самое сделайте я не хотел терять вашего времени это все можно спокойно сделать заранее помыть приготовить укладывайте помидоры на сколько литров в этой синий здесь мы замеряли у нас 20 литров но исходя из давайте сделаем так 6 килограмм помидора 6 литров воды 5 столовых 5 столовых ложек соли и 5 столовых сахара ложек с этим расчетом вы можете ставить сколько вы хотите себе 20 килограмм 30 вот допустим если я в 20 литровую бочку сейчас буду это все накладывать я искажу из того что я поставлю 9 10 ложек соли и также я поставлю сахара и вы тоже самое также берите из рассчитываете ничего сложного то есть еще раз повторю 6 литров 6 литров воды 6 килограмм помидор 1 чайная ложка сахара 1 чайная ложка соли их должно быть 6 их должно быть честь на 6 килограмм воды 6 литров воды и 6 килограмм помидор так дальше я кладу чесночок засыпал не переживаю дальше я семя кладу укропа вот у меня такая коробочка здесь 30 грамм этого семени вот как бы не по-русски написано здесь 30 грамм значит я высыпаю все среди 30 грамм не жалейте укроп никогда не мешал а нельзя просто укроп засыпать можно если у кого-то на грядках растет сухой уже довольно таки есть укроп вы спокойно можете класть укроп у нас его здесь просто в канаде нету и поэтому укладываем то что есть так я ломаю до чего потому что его можно хорошо уложить и не терять объем можно еще класть помидоры в случае чего опять же те же листья остатки пастернака 4 горьких перца ставлю на эти 20 килограмм если вы делаете на 10 литров воды это вы поставите естественно два две луковицы вот я ставлю две луковицы это все придавливаю старая чтобы не было лишнего ничего не ставлю горячок свекла итак доверху мы уже уложили помидор остается нам да что я хотел вам сказать в этих листьев старайтесь где-то по 50 по 60 штук каждого на минование рвите спокойно и ставьте чем мне нравится это соление мы даже вплоть если сейчас засолим то до вплоть до февраля до марта мы кушали и вкуса не теряет и хруст хрустящие они не мяты и они без разных там добавок уксусных и так далее то есть самым натуральном способе это все и дала мне эта женщина когда попробовал я просто обалдел и поэтому всегда мариную теперь я беру соль так как мне 20 литров воды 20 литров емкость 10 12 килограмм помидор я беру со спокойной душой увидите и высыпая сюда 10 ложек три четыре шутка такая соль 6 крупных 7 8 9 откуда такая крупная соль супруга купила в магазине сейчас тоже самое буду сахара сахара я поставлю и 10 9 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять и теперь постарайтесь залить все водой что у меня здесь в емкости написано здесь 4 литра воды вот у меня здесь есть шкала где 4 литра воды значит я буду заливать спокойно и смывая заодно и сотки сахара и желательно покрыть до верху оставляем это все на 10 12 дней если 12 дней вы можете уже после этого спокойно брать и употреблять и 4 литра я залил я беру еще четыре простой не кипяченой воды не переживайте я буквально даже экспериментировал на весь сезон я в бочке оставил содержимое и только вылил неделю назад а у нас сейчас август месяц никакой запах никакая вон никакой плесень на главное просто бочку помыть передать до бочка ну просто-напросто и и я сперва и порошком вот я еще чуть-чуть долю воды покажи что там она еще чуть-чуть надо полностью долить до верху суме вам попадание воздух желательно чтобы не было никакого воздуха и тогда будет все красиво мариноваться так и вот я по самые конты края заливая и сейчас закрою конечно 10 12 дней это маловато я попробовал через три недели это было самый шик главное чтобы даже еще чуть-чуть вылилось тогда я буду знать что у меня все плотно все даже борту выше теперь закрывая плотно сбалка на все теперь еще раз посмотрю чтобы я сюда вверх убежусь но и до конца дали все можете попробовать на вкус если вам нравится я вас уверяю пальчики оближите всем привет спасибо кушать и на здоровье верно аппетита